Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Город С». Сегодня ее веду я, Михаил Перепелкин, а в эфире у нас замечательные люди, люди, которые приехали в наш с вами город на большой праздник, с которым я вас поздравляю. Это 225-летие Александра Сергеевича Пушкина, о чем вы, конечно, знаете. В эфире у нас Мария Сергеевна Пашихонова, заместитель директора Самарской областной универсальной научной библиотеки, нашей любимой библиотеки, заместитель по науке Алексей Юрьевич Балакин. Но я скажу коротко, сотрудник Пушкинского дома Института русской литературы, это Петербург. Здесь столько Пушкинского в регалиях и в титулах, что я боюсь просто запутаться. Но мне кажется, вот Петербург Пушкин обо многом говорит. Спасибо, что вы сегодня с нами. И первый вопрос мне бы хотелось задать, ну личный, наверное, такой. У всех нас свой Пушкин. Как-то так случается, что однажды мы узнаем, что на свете есть папа, мама и есть Пушкин. И вот первый вопрос, ну почти детский, наверное, Мария Сергеевна. Вот жила-была девочка Маша и однажды она услышала это имя. Как это случилось? Вы знаете, я с Пушкиным познакомилась достаточно давно и в очень раннем детстве. Ну, наверное, как, наверное, начала себя осознавать лет с трех, когда бабушка вечерами читала мне сказки Пушкина на ночь. И так случилось, что мне очень нравилась, наверное, мелодика стиха Пушкина, но это я сейчас такие слова знаю. А тогда мне просто нравилось, как звучат стихи в сказках, и сам сюжет сказок завораживал. И я многие из них знала наизусть. В шесть лет я могла спокойно цитировать и «Золотого петушка», и «Сказку о золотой рыбке», и «У лукоморья дуб зеленый» и так далее, и тому подобное. То есть с Пушкиным была знакома очень давно. А потом уже в школьные годы внезапно влюбилась просто в Евгения Онегина, в само произведение, в каждый стих, в каждый слог этого чудесного романа в стихах. Значит, Пушкин для вас это бабушка, бабушкин голос, и Пушкин это то, как пахнет любовью в хольном возрасте. Да, это именно так. Спасибо. Алексей Юрьевич. У меня несколько другое было знакомство с ним тоже в раннем детстве. Мой покойный отец выписал собрание сочинений Пушкина, полное собрание сочинений, так называемое «Малое академическое издание». Это «Синий». Да, «Синики», небольшие «Синики», «Тома», третье издание. И я их брал, листал, читал, смотрел иллюстрации, а там и портреты современников Пушкина. Особенно меня и интересовали рукописи Пушкина, которые там максимально воспроизведены. И я думаю, боже мой, какое счастье. Неужели, может быть, когда-нибудь можно посмотреть на оригиналы или прикоснуться к ним. А теперь я с ними работаю. Вы знаете, у нас с вами похожая история. Я вот из этого издания очень хорошо помню том, который назывался «Приписываемое Пушкину». Он меня просто восхищал. Я не знал, что поэзия может быть вот такой, какой я ее встречал в этом томе. Спасибо. Ну и вот к дню сегодняшнему. Мария Сергеевна, вот самарская пушкинистика, как называется, круглый стол, который проходит в эти дни библиотеки, наверное, насчитывает, ну вот не 225, а 125 лет, по крайней мере. Потому что впервые самарские пушкинисты или те, кто будут так называться, собрались на юбилей Пушкина 125 лет назад. Это было столетие. Это был 1899 год. С тех пор, ну, может быть, не сотни, но десятки людей, которые живут на берегах Волги, так или иначе связали свою жизнь даже иногда с Пушкиным. Я имею в виду и Алексея Ивановича Носкова, Анатолия Ивановича Носкова, пушкиниста, известного, хоть он и как бы другими делами занимался ректор. Это Александр Абрамович Балтянский и многие другие. Ну и вот пушкинистика в 2024 году. Самарская пушкинистика в 2024 году. Что это такое? Зачем этот круглый стол затеян библиотекой? Что вы от него ждете? Ну, начнем с того, что да. В этом году у нас отмечается 225 лет со дня рождения великого русского писателя и поэта. И важную для всей России дату и Самарская область не могла обойти стороной. И мы тоже отмечаем этот прекрасный праздник. И сегодня, 6 июня, стартует региональный сетевой проект учреждений культуры Самарской области «Пушкинские дни». И в рамках вот этого крупного проекта у нас в регионе будет проходить на разных площадках и в театрах, и в кино, и в библиотеках, и в музеях. Различного рода мероприятия. И научно-популярные, и просветительские, и музыкальные, и театральные, и так далее, концертные. И все они направлены на популяризацию наследия Александра Сергеевича Пушкина. И в рамках реализации данного проекта регионального проходит круглый стол «Самарская пушкинистика». На этом круглом столе мы рассмотрим вопросы наследия, изучения наследия Александра Сергеевича Пушкина, популяризацию творчества великого русского писателя, ну, а также деятельность региональных пушкинских центров. Также мы поговорим о том, как зародилось пушкинское общество в городе Самаре, и расскажет нам об этом Александр Никифорович Завальный. Он погрузит нас в историческую эпоху того периода, как зародилось это общество. И Фомин Александр Владимирович посвятит нас в день сегодняшний, как сегодня реализует свои проекты «Пушкинское общество» в рамках 225-летия, в юбилей писателя в современный наш период. Я бы вот так вот уточнил, может быть, мой вопрос. Вы подводите итоги или вы намечаете перспективы, вы сообщаете о намерениях? Кто аудитория? Это ветераны, ветераны пушкинистики, местные пушкинистики? Или это молодые люди, которые знают только два стихотворения, обязательные по школьной программе? Мы погружаем молодежь в популяризацию наследия Пушкина и, может быть, глубже погружаем наших молодых людей и в творчество писателя, и в какие-то нюансы его жизни, и почему то или иное произведение было им написано в определенный период его жизни. И с какими именами были связаны его, например, стихи, или поэмы, или же какие-то драматургические произведения? Алексей Юрьевич, ну, я вам честно признаюсь, я вам завидую белой завистью. Почему? Потому что когда я приезжаю в Петербург, ну, может быть, не каждый раз, но через раз, да, я сначала иду на мойку 12. Когда привез туда первый раз сына, дождь был страшный, я говорю, мы идем на мойку. Он говорит, а что, завтра мы не можем пойти на мойку. Я говорю, мы сегодня приехали в Петербург, мы должны сегодня пойти на мойку 12. Когда я оказываюсь рядом с Пушкинским домом, мне кажется, я вытягиваюсь внутренней по струнке. Вы туда ходите на службу. И вы держали в руках, ну, может быть, не каждый день это, естественно, происходит, да, но вы тот человек, который был на Луне. Вы тот человек для нас, который, в принципе, знает, где рукописи Пушкина, как они хранятся, как это, работать в Пушкинском доме? Знаете, мне кажется, с одной стороны, конечно, это счастье. И счастье не только работать именно с пушкинскими рукописями, а просто когда я иду на работу, я переезжаю через Неву, я смотрю на этот пейзаж и думаю, боже мой, как здорово, что я работаю здесь и что я могу смотреть вот на это каждый раз, когда я еду на работу. С другой стороны, я понимаю ответственность, когда я вот прихожу, скажем, в аудиторию или в такие студии, как сейчас, что нужно очень четко понимать, что нужно доносить до слушателя, до зрителя. Вот. А потом мне просто интересно. Я очень люблю литературу, люблю Пушкина и как читатель, и как профессионал, потому что когда мне плохо, я просто открываю и читаю какие-то произведения, какие-то тексты. А как профессионал я всегда нахожусь за новое, что можно открыть, с чем можно покопаться и что-то можно найти. Есть такая иллюзия, что о Пушкине все известно. Это на самом деле не так. Просто есть страшный перекос, куча книг, изданных, условно говоря, на тему там романтизм Пушкина или там сто женщин Пушкина, но есть пушкинские произведения, которых не написано ни одной строчки. И мы не знаем вообще, о чем они. И при подготовке именно полного собрания сочинений приходится делать вот самые-самые настоящие открытия, и связанные как с датировкой, так и с атрибуцией, как и с комментарием. И я вот что хочу подчеркнуть. В последние несколько десятилетий вся работа текстологов, пушкинская, она практически недоступна широкому читателю, потому что пушкинские собрания сочинений переиздаются постоянно, конечно. Но это в основном переиздание тех работ, которые вышли еще в 60-е, начало 70-х годов. И вся работа кропотливая над текстами, над комментариями последних 50-40 лет, она практически выпадает из круга читательского чтения, широкого читателя, и доступна только профессионалам, и то не всем. Но мы сейчас издаем собрание сочинений полное с 99-го года, а еще в этом году запускается проект цифровой, Пушкин цифровой, где будут представлены и тексты Пушкина, и комментарии к ним, и рукописи. Это будет такая большая интерактивная энциклопедия. И войти и посмотреть может каждый. Давайте мы вот на это обратим внимание наших телезрителей. Цифровой Пушкин. Такого словосочетания пока не было. Пожалуйста, уважаемые товарищи, смотрите, открывайте, продолжайте открывать для себя Пушкина и вот в таком вот виде. Ну а я хотел бы сказать, вот завершить эту часть нашей программы такой историей. Я прочитал эту историю в интервью директора вот того самого музея-квартиры на мойке 12, который рассказал, что однажды на мойку пришел поэт-сценарист Анин Гуэра. Ну и вы помните, там калитка вот с этим низким навершием, да, и он ударился макушкой. Достаточно больно ударился. Потом была презентация его книги, потом была автограф-сессия. А в самом конце вечера к нему подошли музейщики, попросили оставить запись в книге посетителей. И Танина Гуэра, по-моему, оставил очень точную запись. Он написал, дом Пушкина в Петербурге существует для того, чтобы каждый из нас почувствовал себя ниже ростом. Мне кажется, что это очень, очень точно. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приехали из Петербурга в Пушкинский юбилей на круглый стол, замечательный в областной библиотеке. Друзья, мы вас приглашаем. И еще раз напоминаю проект, который называется «Цифровой Пушкин». Открывайте для себя юбиляра, открывайте для себя Пушкина. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сейчас у нас в гостях гости уже из Пушкинской Москвы. Замечательные люди. Я вам их с удовольствием представляю. Инна Георгиевна Андреева. Ну, я признаюсь зрителям, мы знакомы тысячу лет. Филолог, искусствовед, много чего еще вед, я бы сказал. Заведующая отделом, я по-старому скажу, государственного литературного музея, который называется «Музей-квартира» Алексея Николаевича Толстого. Прошу любить и жаловать. Инна Георгиевна Андреева. Игорь Иванович Калядин, режиссер, актер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо вам огромное, что в этот Пушкинский праздник вы в Самаре, вы с нами и вы в эфире нашей программы. И первый вопрос, ну, я сегодня задаю детские вопросы, наверное, вот юбилей как бы обязывает, да, пушкинский юбилей, конечно. Вот для всех для нас Пушкин когда-то начался, для всех для нас Пушкин с чего-то начался, иногда неожиданно. Ну, и вот жила-была девочка Инна, и однажды она узнала, что был на свете такой Пушкин. Как это случилось, Инна Георгиевна? Четыре года, ну, у меня очень продвинутые были родители, поэтому началось мое знакомство с Золотой Рыбкой, и меня очень удивляло, как бабушка могла быть римской папой. Потому что, ну, ведь мы же знаем, что многие не знают вот этой части, которая все-таки, которая не была опубликована, но то, что она была в аналах пушкинских, и то, что он хотел, чтобы эта бабуля, то есть бабуля хотела стать римским папой, вот это меня удивляло, как бабушка могла стать. И вот это в четыре года. Но родным Пушкин стал в Большом театре. Меня повели сначала на Иоланту, потом меня повели на Евгения Онегина, и я влюбилась. Я ходила, пела бесконечно, и таким образом запоминала вот эти стихи Пушкина, и так далее, и так далее, и захотела его узнать всего. А потом вас спросили, Иночка, а тебе кто больше понравился? Онегин или Татьяна? Я сказала, графиня из «Пиковой дамы». Такое было, кстати. А Марина Ивановна сказала, мне понравились Онегин и Татьяна. Да, да, да. А вот, кстати, Линский не особенно. Игорь Иванович, ну вот вам тот же вопрос. С чего все началось? Ну, это началось со школы, конечно. Безусловно. У меня был хороший педагог по литературе. Но основное началось со студии Сергея Львовича Штейна. Это такая замечательная детская театральная студия на окраине Москвы. Когда-то в 36-м, в 37-м году она началась со спектакля, со споэтического спектакля «Наш Пушкин». И любовь к Пушкину в этой студии продолжалась все 40 лет, пока был жив Сергей Львович Штейн. В свое время, когда Василий Семенович Ланового, который когда-то туда пришел, мальчиком, были проблемы в театре имени Вахтангова, Сергей Львович ему сказал, Вася, он был для него Вася, читай Пушкина, Пушкин тебя спасет. Так и было. И вот все, что потом стало с Василием Семеновичем, когда он пришел на эстраду, и вот все, что он потом делал, было связано с Пушкиным. Сергей Львович заранил в нас Пушкина так глубоко, что это осталось тоже на всю жизнь. Маленькая деталь. Когда в свое время Валентин Непомнящий захотел стать актером, Сергей Львович ему посоветовал, прочитав то, что писал Непомнящий, стать пушкинистом. Вот Сергей Львович Штейн, замечательный педагог, режиссер, режиссер не только этой детской театральной студии, но и театр Ленинского комсомола. Композитор еще. Композитор, человек, у которого когда-то, ученик Версеньевый, человек, у которого когда-то начинали играть и Збруев, и Ширвинд, и Державин, и вся вот эта команда, этот человек воспитал тысячи людей в любви к Пушкину. Ну, я понял, значит, Пушкин у нас начался как хулиганский, да, который делает папой римским неизвестно кого, да, и Пушкин нас спасает. Но на самом деле, конечно, вот если серьезно, к Пушкину должен кто-то подвести, да, и лучше, если этот подводящий человек, человек с головой, сердцем, и человек, который умеет это сделать. Я понял, да, Инна Георгиевна, доклад, с которым вы выступаете на круглом столе в областной библиотеке, называется «Бывают странные сближения». Пушкин и Алексей Толстой. Ну, я признаюсь, для меня никаких странных сближений нет, потому что каждый день вы приходите на работу, где в кабинете Алексея Николаевича Толстого висит маска. Маска, посмертная маска. И когда вы проходите на работу, вы проходите мимо памятника, который смотрит на ту самую церковь, где… Большое вознесение, где венчались Наталья Гончарова. В чем же странные сближения, Инна Георгиевна? А странные сближения в творчестве, допустим, да, ну, кажется, разница в годах-то большая, да, когда творил Александр Сергеевич и Алексей Толстой. Странные сближения, поведенческие очень много параллелей, а биографических параллелей очень много. Там же очень много родственных связей, если мы будем смотреть вот это очень развесистое генеалогическое древо Толстых, Гончаровых и Пушкиных. Вот мы, вот триумвират это возьмем, то мы увидим, что там просто, ну, вот можно зацепиться за какую угодно ветвь, листочек, там и так далее, и так далее. Очень много параллелей в творчестве. Ну, и возьмем самую главную, это что один, что другой практически всю свою творческую жизнь занимались темой Петра Великого. То есть, и как это делал один, и как это делал другой, это, ну, невероятно бесконечно интересно анализировать, наблюдать все это, да. Поэтому очень много общего и странных-то сближений нету, как вы совершенно правильно заметили. Потому что вот тут как-то я ночью проснулась, и мы вот только что открыли шекспировскую выставку в доме Алексея Толстого. Вот они тоже как будто бы странные сближения. Ну, где же они странные? Ну, как без Пушкина, как без нашего все? Да? Если весь мировой театр начинается с Шекспира, да, то Алексей Толстой, который писал пьесы, он, безусловно, ориентировался на какую-то фабульность шекспирскую, да, и так далее. В том числе и на Пушкинскую. И там все так переплеталось. И я думаю, ну что, мы делаем вот эти странные сближения Алексея Толстого и Шекспира. А вот же проснулась граф Нулин. Бог мой. Это же ироническая пародия тоже на шекспировское произведение, на обесчищенную Лукрецию. И поняла так, что без одной витринки в шекспировской выставке, посвященной Пушкину, посвященную графу Нулину и обесчищенной Лукреции, нам не обойтись. И мы ее сделали за один день. Вот что вытворяет с нами Александр Сергеевич. Спасибо. Игорь Иванович, ну у меня много вопросов, у нас мало времени, вопросов много. Почему безумец бедный? В чем ошибка фортуны? Это я называю название фильмов, которые снят... Еще есть африканский ураган. Да, Игорь Иванович. Ну, я могу сказать, что мне очень повезло, потому что в свое время я встретился с таким замечательным пушкинистом, как Виктор Семенович Рестов. Интересным, глубочайшим исследователем. Человеком-историком по своей профессии, который мне очень много интересных вещей подсказал Пушкине. То, на что другие не обращали внимания. Об этом можно долго говорить, но, например, никто не понимал, в чем трагедия Пушкина-историографа. И именно эта должность, или как бы, во многом привела его на Черную речку. Ему не давали сказать какие-то... А что он мог сказать? Нет, это отдельный большой разговор. Большой разговор. И я это понял по документам, которые мы вместе с Виктором Семеновичем, когда делали фильм, просто исследовали. И это невероятно интересно. Пушкин, который не смог написать то, что он хотел написать. Это большая трагедия, как человек вступил в должность, в которую, как он сам говорил, я не должен был вступать в должность. Как человек не мог отказаться от того, чтобы изучать... Не в должность идти на службу. Нет, 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 но я не должен был вступать в должность. В должность. Нет, он... Это цитата. Да? Да. Ну, служить не хотел. Еще раз. Это цитата из Пушкина. Но человек, который не мог отказать себе в счастье изучать архивы. Слаб. Нет. И понимать подлинную российскую историю, которую он чувствовал, невероятно. И тягу к ней он имел. И к истории своего рода, и к истории отечества. Потому что он писал, что отечество – это прежде всего история семей, история рода. И это надо хранить. Он оберегал честь рода просто как свою собственную честь. И он не мог отказаться от желания работать в архивах и узнавать вот эту составляющую российской жизни. Потрясающе. Даже вот то, что вы говорите, мне кажется, открывает совершенно нового Пушкина. Хотя мы все знаем, но мы знаем лакированного. Мы знаем то, что удалось. А вот то, что… Понимаете, вот мы только что с Ангей Оргеном говорили. Вот обратите внимание, что было написано вот в этом пасквиле. Да. Историограф Ордена Рогоносцев. Вот твое место. Ты не наследник Карамзина. Как ты предполагал в 1831 году, когда с радостью вступил в эту должность. Он-то думал, что он сейчас будет наследником князя Щербатова и храмзина. И поэтому так не назначена дуэль. Понимаете? И дуэль. Мы же все должны. Между прочим, вот если у нас есть время, я сейчас просто скажу. Мой замечательный Виктор Семенович Листов, он 20… У нас 10 секунд. Все, последнее скажи. Я скажу, что дуэль могла состоять в начале 1936 года. И ни о каком бы Дантесе речи бы не шло. А дуэль – это отставка. В том числе с должности, с противной должности историографа. Спасибо огромное. Дорогие друзья, я бы хотел завершить одной маленькой цитатой из Алексея Толстого. Из любимого нами Алексея Толстого, который, мне кажется, очень точно сказал про Пушкина. Мы любим Пушкина за то, что он дает нам возможность видеть в самих себе большого человека и любить его. Вот Пушкин дает нам возможность видеть в самих себе большого человека 200, почти 200 лет. Почти 200 лет. Ну, наверное, не сразу это осознали современники Пушкина. Алексей Толстой это осознал. Спасибо ему за это. Еще раз хочу поздравить всех нас с праздником, потому что это не день рождения какого-то далекого человека. Это праздник всех, кто говорит по-русски, всех, кто думает по-русски, всех, кто читал Пушкина на любом языке. С праздником, с юбилеем Пушкина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова